Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Александр Лучкин, директор филиала РТРС Рязанский ОРТПЦ. Для тех, кто не понял, РТПЦ Рязанский – это Рязанские передающие центры. Александр Васильевич, здравствуйте! Недавно отметили 60-летие. Насколько помню, в ноябре месяце. Вышку нашу в городе, мне кажется, видели все, ее трудно не заметить. Давайте вспомним, как вообще это начиналось все 60 лет назад. 60 лет назад нас не было, и мы ориентировались на документы, которые принимались в то время. Стартом строительства и начала телевизионного вещания в Рязани было постановление Совета Министров 15 сентября 1955 года. Это постановление называлось «О дальнейшем развитии телевизионного вещания в СССР». Это аналог сегодняшних федеральных целевых программ. И там поставлена задача уже республиканским органам Министерству связи СССР о том, что нужно решить задачу строительства телевизионных передающих станций в небольших городах, таких как Рязань, Владимир, Калуга, и телевизионных центров в городах более крупных – Воронеж, Саратов и других. В Рязани вот это постановление предусматривало строительство ретрансляционной телевизионной станции в 1957-58 годах. И дальше пошло развитие. Начали работать республиканские структуры, и Совет Министров уже РСФСР издает распоряжение, в котором ставят задачу уже Министерство связи РСФСР, Госплану РСФСР, областполкомам, в том числе и Рязанскому, о том, чтобы они в месячный срок дали предложение по строительству ретрансляционных станций или телевизионных центров, где бы указали сроки строительства, объемы финансирования и источники. Ну вот на том месте, где сейчас у нас вышка наша большая в городе расположена, судя по фотографиям, вообще пустырь был, да? Да, в 56-м году это был действительно пустырь на окраине города, но там достаточно высокий уровень над уровнем моря, что важно для таких объектов, и это место было свободное. И еще один документ приведу, с которого, в общем-то, началась практическая работа, это решение обкома КПСС. Оно опубликовано было 4 февраля 1956 года, и задача уже ставилась к 39-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, то есть уже к 7 ноября, осуществить строительство в Рязани для ретрансляционной телевизионной станции. В этом постановлении уже конкретно многим организациям, там более 10 организаций, ставились конкретные задачи по строительству. И вот после принятия этого решения, собственно, началась практическая работа. И 1 марта строительство было начато, а уже 6 ноября первый рязанский передатчик появился в эфире, и, собственно, это как раз начало телевизионного вещания в Рязани, Рязанской области, и день рождения нашего предприятия, Рязанского областного ради телевизионного передающего центра. Насколько это большой шаг был для нашего города? Ну, вот сейчас наше население трудно чем-то удивить. Даже вот такие большие проекты, как цифровое эфирное телевидение, население уже к этому привыкло и не вызывает восторга такого. Раньше это революция. Просто сравнить было не с чем. То есть изображения на экране его не было, и вот оно появилось. То есть это был полный восторг. Да, это совершенно новое дело. Конечно, как по фильму сплошного телевидения не получилось, к счастью, но, тем не менее, наше население без телевидения уже жить не может. Ну это да. А вот 60 лет – это большое количество времени, это больше, чем полвека. А насколько все изменилось за это время? Ну, конечно, изменилось очень сильно, потому что «Старт» – это одна телевизионная программа, а сегодня в нашем даже эфире десятки программ, телевизионных радиопрограмм. Вот если взять Рязань, в аналоговом эфире 13 телевизионных программ и 22 радиопрограммы. И по области мы имеем сегодня 35 объектов, то есть охват большим количеством программ, достаточно большой, более 90%. Поэтому ситуация совершенно другая, хотя она неудивительна для наших телезрителей, для нашего населения. То есть мы принимаем как должное? Именно так. С каждым годом становится все больше и больше всего этого. То есть мне кажется, вот антенн больше, наверное, там навешано, да? Ну, конечно, наша башня обрастает антеннами, и не только нашими. У нас наши партнеры – сотовые операторы и другие компании. И все они размещаются, в том числе, и на наших антеннах. С точки зрения развития сегодня, конечно, аналоговое телевидение больше не развивается. Потому что есть крупный проект, есть федеральная целевая программа. С 2017 года, да, должно у нас цифровое телевидение полностью? Нет, на самом деле программа, она на 2009-2018 год. И сейчас идет реализация программ. Сегодня в Рязанской области из 24 объектов, которые предусмотрены уже проектной документацией, в эфире 19 объектов, и 5 объектов нам еще предстоит построить. Ну, я уже разные обещания давал. Полагаем, что в первом полугодии 2017 года мы строительство завершим. И, конечно, цель программы – это практически 100% населения должно получить возможность бесплатно принимать 20 телевизионных каналов и 3 радиоканала. Вот все говорят про цифровое телевидение, цифровое телевидение. Вот чем все-таки цифровое телевидение? Телевидение лучше? Ну, вот первую часть, я уже сказал, то есть растет количество программ. Ну, качество лучше, да? И, естественно, это более высокое качество. И самое главное, что это дает, это еще перспективы очень серьезного увеличения качества. То есть, если сегодня мы говорим о стандартном разрешении, вот эти 20 каналов в Рязани и 10 каналов по области, которые мы сегодня транслируем, это стандартное разрешение. Сейчас есть проекты и готовится пилотная зона, где будет осуществляться трансляция в формате высокой четкости. А вот 16-18 ноября в Москве проходила выставка над Экспо-2016, и наша компания демонстрировала систему, которая осуществляет трансляцию в формате сверхвысокой четкости. То есть, в Москве в Останке наработал передатчик, и на территории выставки на нашем стенде стоял телевизор с большим экраном, который транслировал телевизионную картинку в формате высокой четкости. И очень современный многоканальный звук. То есть, достигается эффект присутствия в этом действии, которое происходит на экране. То есть, прогресс уже очевиден? Вот база как раз с созданием сети, со строительством сети цифрового вещания заложена. Мы показываем, что технологии есть, которые позволяют еще более существенно улучшить качество программ. Но это вопрос будущего. Вот, кстати, о будущем. Давайте помечтаем, или, я не знаю, посмотрим туда подальше. Ну, вот корабли у нас не очень бороздят простор Вселенной. Вот как быть с телевидением? Как вы считаете, через 10 лет, через 15, через 20, что у нас может быть? Ну, заглянуть так далеко сложно, но вот, по крайней мере, те направления, которые я вот сказал, они как раз и обеспечивают это будущее. То есть, увеличение четкости и качество восприятия картинки, оно, безусловно, будет. Ну, вот как считаете, вообще телевидение и радио, насколько большую роль сейчас занимают в нашей жизни? Мне кажется, в тишине мы уже не можем находиться. Ну, я уже сказал, что наше население жить без телевидения не может. И мы это ощущаем, когда у нас бывают перерывы вещаний, ну, по разным причинам. Профилактические работы или какие-то другие мероприятия. Ну, телефоны наши разрывают население, то есть, услуга потребляется, и население без этого существовать не может. Мы все привыкли, что это есть, что это должно работать без перерыва, постоянно. Ну, а теперь еще и все практически круглосуточно. Ну, в общем, да. Спасибо вам, Александр Васильевич, огромное. Желаю развития, успехов, ну и, конечно, чтобы год от года у нас все было круче и круче. Спасибо. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Александр Лучкин, директор филиала РТРС Рязанский ОРТПЦ. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин